Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы тоже. Здравствуйте! Поговорим сегодня Ольге Быковой именно как о фермере. Я посмотрела последний видос с участием Сергея Петровича и как Оля красиво, интересно, все рассказывает о хозяйстве. Ну и так, давайте поподробнее. Первая такая глобальная фраза сегодня есть, YouTube завтра его нет, а мы зато выживем в любой ситуации. 100% согласна, выжить можно и даже жить, но уже, конечно, не по тем планкам, не на том уровне, к которому привыкла Оля. Ну а следующее я хочу сказать, ее хозяйство будет 100% выживать, если она не потеряет группу фанатиков. Вот мне говорят, зачем ты ей даешь рекомендации? Ребята, ради шутки, ради хохма, да, то есть мне, например, прикольно наблюдать за тем, как фанатики отписывают, сделаем хейтерам назло. Вот я и подкидываю ей идею, чтобы они еще больше трудились и не расслаблялись, чтобы они понимали поставленные цели и задачи. Ну это весело реально, я смотрю на это, да, вот как находячий анекдот, так это выглядит в моих глазах. Поэтому по факту ей уже нужно создавать какую-нибудь группу, я не знаю, в WhatsApp, например, там в Messenger, в Instagram, где угодно. Ну, сообщество людей, конкретно донатчиков, и приглашать туда только тех, кто дают денег. Если вдруг прикроют YouTube, чтобы она не потеряла, да, кормящих, которые ее кормят и ее хозяйство, вот их потерять ни в коем случае нельзя, тогда у нее хозяйство будет 100% успешное. Следующий момент, теперь я не боюсь заводить и мясное направление, у меня есть два быка, и это тоже деньги, причем неплохие, только труд тяжелый, но если все вместе, то мы сила. Вот согласна на 100%, вдумайтесь, Оля покупает, Сергей Петрович ухаживает, а зрители оплачивают. Это 100% вместе сила. То есть по факту, да, вот такие глупости о том, что быки там выгодны, рентабельны. Ребят, ну можно рассуждать долго, но с учетом того, что каждый год все дорожает, рентабельность их реально теряется. И сама Быкова очень далека от элементарной математики и от элементарных просчетов. Потому что она создает картинку, да, которую хотят видеть зрители и льет в уши то, что хотят от нее слышать. Но это абсолютно все очень далеко от истины. То есть возьмем ее просчеты, вот как она сама рассказывает. Вы купили быка, самый дорогой это молочный период. Ну опять-таки, почему он для Быковой самый дорогой? Нет донатов. То есть она же не скажет фанатикам, да, ну давайте мне платите молоко, которое я вливаю в собственных быков. За год 30-40 тысяч бык съедает. Всего, да, заплатят за Быка 60-70 тысяч. Плюс зарплата, коммуналка и бла-бла-бла. И остаются копейки. Оль, ну ты забываешь еще плюс 20% обещанные помощнику. Опять-таки, какой у тебя дорогой кормовой период? У тебя кормовая база закуплена за счет зрителей. Сено куплено за счет зрителей. Зарплату Сергею Петровичу платят зрители. Поэтому ты конкретно линяешь только на молочный период выпайки. И на этом стопе все. Поэтому у тебя как бы прибыль с быков реальная есть. Но если по факту разобраться, ребята, она сама даже не может просчитать содержание собственного поголовья. Потому что в день бык должен съесть минимум 4 килограмма зерновых. А с учетом того, что Быкова кормит пуриной, то есть 3-4 килограмма комбикорма этот бык должен вмолотить. Помимо этого, от 10 до 20 килограмм сена, либо там сена с соломой, плюс водичка, которую он выпьет. Опять-таки, витаминки, которые ему надо вколоть, глистогонку и обслуживание ветеринаров. Это все Быкова забыла посчитать. И если все это по факту оплачивать со своего кармана, плюс опять-таки кормовую базу. А они должны на сене стоять круглогодично. Потому что если бык пойдет на сочную траву, он будет терять массу. То есть это выйдет очень и очень дорого. А если еще и не самому ухаживать, а оплачивать зарплату работника, то, ребят, это вообще не рентабельно. Но это опять-таки в случае, если ты платишь со своих. Но Быкова, как сказала, выгода появится, если масштабируется хозяйство. Вот тут опять-таки бред сивой кобылы. Даже если ты возьмешь еще 20 быков, уже, скажем так, 30 тысяч, которые ты будешь платить Сергею Петровичу, будут смешные деньги. Это будет мало, потому что быки будут находиться в каком-то стойле. Навоз за ними почисть, убери. То есть, да, там 10-20 голов. Помимо этого, ребят, не забывайте, что, во-первых, увеличится зарплата. И плюс еще, да, вот эти 20 процентов. Либо нужно будет брать второго работника. Но опять-таки это быкову не касается. Она повесит очередной донат. Но зато будет кормить людей натуральными продуктами. Потому что быкова как в идеале себя видит, да, в ближайшем будущем? С человеком, снабжающим людей молочной продукцией, яйцом. И создает рабочие места. Поэтому вдумайтесь, как фанатикам еще работать и работать. Следующий момент от быковой. Все это должно быть. К этому нужно подходить с умом. Вот уже начинает закидывать удочку, да, к ближайшим целям. Это не должно быть в маленьких кастрюльках и на плите в кухне. Должно быть помещение и оборудование для большой масштабной переработки. То есть вот уже пошел закидон, что будет по-любому молочный цех с конкретной глобальной переработкой. Но опять-таки, я еще думаю, нужен будет помощник, который будет заниматься этой масштабной переработкой. Поэтому вдумайтесь, какие грандиозные идут планы и проекты. И сколько еще фанатикам трудиться, чтобы это все оплатить. Опять-таки, поголовье будет расти. Надо будет следующее открывать донаты на зерновые. И опять-таки, на стойло, на какие-то сараи. И, конечно же, приобретение сена. Поэтому расслабона им в ближайшие годы просто не светит. Следующий момент, который сказала быкова. Что люди видят, какой она пахарь, какая она труженица. Вот удивляет момент, как она себя сравнивает все время с алкоголиками и какими-то бомжами. Ну, странное, да, сравнение. То есть, как вообще можно себя сравнивать с какими-то асоциальными личностями. Но сравнивает почему? Потому что, походу, сама себя считает вот этой асоциальной личностью. И, как она говорит, люди дают донаты, потому что видят, как я тружусь. Оль, конечно, они видят. Не каждый сдюжит. Вот ютубы тянуть, донаты просить. И, как ты сказала, еще участвовать в собственном хозяйстве. Все контролировать. Молодец. Необходимо просто все контролировать. Ребята, и вот этот момент, да, Оля фермер, я действительно с этого улыбаюсь. То есть, там уже пошли такие масштабы по 100 килограмм переработанного творога. Но кто не понимает, что получить 100 килограмм творога, ну, это нужно минимум где-то в районе 400 литров молока. 400 литров молока – это должно быть как минимум 10, да, 12 коров дойных. Потому что, так понятно, есть пик лактации, да, потом идет спад молока. И есть еще период раздоя. То есть, нет стабильности, что, например, корова тебе там на протяжении года дает 40 литров молока или 30 литров молока. Но кто связан с коровами, понимает, о чем идет речь. То есть, в идеале, это должно быть от 10 до 15 дойных голов регулярно. То есть, это даже с учетом запуска. А в общей сложности должно быть около 20 голов только молочных коров, чтобы они ходили по кругу. Одни запустились, другие отелились, и вот так оно все поехало по накатанной. Поэтому представьте, какие масштабы нас ожидают. Но даже не так нас, как именно фанатиков, то есть, как им трудиться. Поэтому, я думаю, для этих целей Быково уже планирует захватить, да, приобрести следующий участок. Чтобы было где построить ферму, дома для людей, которые будут работать. И, конечно же, переработать, вот этот цех для масштабной переработки. Опять-таки, мне интересно, как она будет реализовывать такое количество молока. То есть, и такое количество творога. Но планы далеко идущие. То есть, она будет конкретным-конкретным снабженцем. И, опять-таки, вот этот момент, да, что от одного бычка прибыли не увидишь. А вот от 10 до 20 бычков деньги увидишь. Не увидишь. Не увидишь. Потому что, чем больше Быков, тем больше расходов. Уже твое поголовье коров не сможет их выпаивать. Нужно будет покупать за ЦМ. И, опять-таки, как она приводит в пример соседи. Но она не понимает, что соседи работают семьями. Они, как правило, кого-то очень редко нанимают. Тогда они видят хоть какие-то с этого деньги. И, как правило, Быков очень часто оставляют, да, с позиции реализовать собственное молоко. То есть, влить в них молоко. Но Быков этого не понимает. А на работниках наемных ты далеко не уедешь, если ты сам не будешь в этом участвовать. Следующий момент, единственный, в чем я в ролике с ней согласилась, это по поводу, а можно подешевле. Вот здесь я согласна. Но, опять-таки, она так лихо возмущалась, что кормовая база дорогая, ветеринария дорогая, препараты дорогие. Оль, препараты тебе присылает ультравед бесплатно в обмен на обзор. Ветеринар, я так думаю, с тебя тоже шибко много не берет, потому что ты его рекламируешь. Следующий момент по поводу содержания. Но какое у тебя содержание? Ты со своего кармана не вкладываешь свои средства. У тебя это все делают фанатики за тебя. Поэтому ты как раз и можешь дешевле продавать. А вот те люди, кто это делает за свои, кто кормит за свои, да, вот тут я согласна, что подешевле быть не может. Потому что действительно вкладывается очень, влаживается, да, очень много денег для того, чтобы получить это молоко. Потому что каждый год цены растут и растут. И по поводу быков, ребят, это когда-то была, да, копилочка с каким-то минимальным заработком с этого. Сейчас для меня это лично утопия. То есть ты просто вкладываешь, пашешь, но при этом ничего с этого не зарабатываешь. И это хорошо, если у тебя, да, бык за год поднялся, а если не поднялся за год. И такое, к сожалению, тоже бывает. Потому что, ну, никто, да, каких-то разных мелочей учесть не может. И мы тоже не боги. То есть, ну, все вот на таком именно уровне. Поэтому, когда быкова громко рассказывает за хозяйство, я с этого момента просто улыбаюсь. И опять-таки, в моем понимании, зачем ты трешь по ушам и втираешь людям пургу. Потому что кто-то реально может послушать этот бред, идеализировать эту картинку. И начать рассуждать, что вот сейчас я приеду и начну в деревне или в селе косить бабло. Не начнете, ребят. С мясного направления вы его не начнете косить. Я знаю многих людей, которые уже в этом просто разочаровались. И я, например, в том числе. Потому что, да, если бы у вас зерновые были бесплатные, либо дешевые, тогда вы бы видели прибыль. А так как сейчас растут цены, ну, не начнете его зарабатывать. Слушайте здравые, адекватные каналы по фермерству. Где действительно люди могут посчитать дебет с кребетом. А у быкова этот дебет с кребетом вообще не сходится. То есть, у нее покупка бычка 15 и вложишь ты в него 40-50. Простите, то есть, 25 тысяч в год рублей бык потянет. Он потянет по содержанию намного больше. Но у быкова это опять-таки контент. Ей нужно было напилить ролик. Она его запилила и рассказала, как круто заниматься фермерским хозяйством. Круто, но когда у тебя есть реальное поголовье. А сейчас то, что у нее есть, это минуса. Это утопия. Это не то, что нет никакой прибыли. Там даже на ляне, там идут колоссальные минуса. Но эти минуса перекрывают донатчики. Они оплачивают и зарплату, и содержание вот этого, да, скажем так, ну, живой фермы. Вот они как в игру играют, да, вот ферма. Вот так донатчики именно играют в эту игру только в реале. Они содержат быковой коров. И вообще круто, вдумайтесь, да, они все содержат, а быкова получает прибыль с дивидендами. Ну, молодец. Так только она умеет вот так их доить. Вот они доятся действительно так же само, как ее коровы. Ребят, ну, вот это то, что я сегодня хотела сказать. Буду прощаться со всеми. Пока, до новых встреч.